Привет, мои дорогие! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, поговорим мы с вами о канале «Пиратская жизнь». Вы знаете, я уже записывала вчера вечером обзор на пираткин видос, вчерашний утренний, где она грозилась пойти в полицию, где она кричала, что все получат по заслугам. И я ещё тогда размышляла. Интересно, кто там что опять ей уже уделал? Но я же не смотрела видеоролик Тани. Потом уже ближе к полуночи я посмотрела Татьянин видеоролик. И я, знаете, ведь размышляла на тему того, что если ей не пришла камера, то при чём тут полицейский? При чём тут участковый, вернее, простите? При чём тут участковый? Если она заказывала где-то там в интернет-магазине и сделала предоплату, это уж надо разбираться, я не знаю, как-то что ли, в прокуратуре или как. Ну, я вот не знаю, при чём здесь участковый, да, и как может участковый найти продавца и прочее по поводу камеры. Ну, или же по поводу спара. Ну, опять же, все ответят по заслугам. По каким заслугам и все, и кто, и что? И тут, знаете, посмотрев видеоролик Татьяны, я, наверное, ну, я так думаю, я не уверена, не уверена я в своих словах, я просто делюсь с вами своими мыслями, я поняла, что, скорее всего, всё это относится к Татьяне. Татьяна гуляла по Покровке, по Полтавской. Ну, в общем, она проходила все места, которые проходит пиратка. Ну, и, собственно, она показывала дом, в котором она очень часто бывала, да, потому что ей приходилось ухаживать, да, можно сказать, за мамой Нины, да. И, да, она даже показывала, где она на остановке, ждала там автобуса или троллейбуса. Далее она показала пятерочку, в которой бывают тоже, да, товарищи одни. Ну, и далее она пошла в спар, продемонстрировала, значит, вот эту вот, да, скажем так, операцию и яйца двухжелтковые. Мне так интересно было, да, всё это посмотреть. На самом деле, даже Таня, когда показывала улицы, дома, это гораздо было интереснее смотреть, нежели у других блохеров, понимаете. Ну, и что хочу сказать ещё, да. После демонстрации операции и яйца Таня купила-таки упаковку с яйцами, да. Ну, единственное, водичку она не купила, которую обычно пьют, когда выходят из спара. То есть она посетила тот самый спар. Ну, и когда она говорила, где хочу, там и хожу. Что хочу, то и снимаю, понимаете. И я задумалась ещё, что у пиратки видосы отстают 4-5 дней. А вы не думаете, что она один день заменила другим, потому что тут такое произошло, это же надо. Возле её дома ходили, бродили, но при том в видеоролике никто ничего не говорил, кто там живёт, ни фамилии не называл, абсолютно ничего. Только она просто говорила, просто говорила и рассказывала, что в этом доме она бывала. А так и есть, она нигде не соврала. Ну, и знаете что? Потом уже для меня стало более понятно, так как на каком-то канале, я не буду даже называть канал, уже было выложено видео. Короче, видео с камер наблюдения. Да, ребят, да. Я думаю, что это видео быстро заблокируют, потому что это видео не может находиться на Ютубе, так как это противозаконно. Там идёт съёмка человека, и съёмка явно не частного лица обычного, да, а понятное дело, что это съёмка из камеры наблюдения. Поэтому всё это запрещено. И знаете, тут для меня стало уже конкретно всё ясно, что в полицию она собирается идти против Татьяны. Видео она спокойно свои перенесла, и этому я не удивлюсь. Ну, а что, ребят, думаете, что из-за каких-то денег спаровских она будет кричать, что все ответят по закону? Или что? Там же ещё по соцсетям, по группам разместили, да, тоже посты по поводу яиц, и явно как раз-таки её это торкнуло. Не за деньги. За деньги, ну, все ответят по заслуге. А то кто все? Ну, кто все? Я думаю, что тут не в этом дело. Точно так же и с камерой. Камеру, я думаю, что ещё ей не прислали, так как она помалкивает, и снимала бы уже она на новую камеру. Но дело в том, что по заслугам кто все с камерой? Один вроде как продавец, и всё. А здесь прям, понимаете, видно, что её расколбасило. Её просто вот она на протяжении всего дня снимает эти видосы, и её прям трясёт не по-детски. Я вот, ребят, просто думаю, что как раз-таки тут не такая задержка, а просто она поменяла дни. И те видеоролики, которые у неё планировались на этот день, она просто перенесла, отодвинула на другой. И вот, да, получается, всю ночь она не спала, да, и всю ночь она ковырялась в том, чтобы эти видосы все переставить, да. Вот в этом и было, да, то, что Нинка вся как глушёная. Мало того, что у неё истерия, она вся на нервах, так и ещё толком и не спавши. Ну, в принципе, чё? Она-то отсыпается, она днём дрыхнет. Ночью сидит как на страже, да, как пёс на страже. Фофонька спит, похоже. А Нинка, она сидит как-то дежурная собака, да, и караулит. Нет, караулит, чтобы нигде ничего не всплыло. Прям сиди чуть ли не на дежурстве. Нинок, тогда шла бы ты сторожем работать. У тебя так это прекрасно получается. Прям ночью ночные смены бы все собрала, сидела бы как сторожила, заодно в своём ютубе там сторожила бы, ну и чё-нибудь ещё бы охраняла. Ну и, короче, ребят, не знаю, но я думаю, что здесь, скорее всего, скорее всего, всё идёт против Татьяны. И расколбасила её не на шутку, что как это так? Я помню, как её торкало и трясло из-за людей в чёрном. Помните, как она кричала, что я заявление написала, она в СК говорила, а потом всё в полицию пришло, и, значит, к участковому. И что-то она ничего не добилась. Сказала, что я пойду дальше, я всё равно, я всё равно добьюсь своего, я всё равно буду отстаивать там свои права и прочее, да. Хотя что там такого произошло? Все тоже ходили, гуляли, и вообще там абсолютно ничего не видно, чтобы они что-то делали, ну сидели, ну и что? Ну и что они там ходили, ну и что они там сидели? Что ты против них имеешь? Точно так же, как что ты имеешь против Татьяны. Она что, тебя снимала, тебя показывала? Она что, зашла в подъезд и сказала, что здесь такая-то, такая-то живёт? Она ни имя, ни фамилию не говорила, нет, ну понятно, что люди некоторые всё прекрасно понимают, но публично нигде ничего не было заявлено. Поэтому я не знаю, чего она пытается добиться. Я понимаю, что её трясёт, но она-то и сама постоянно показывает, где она там стоит, да. И тут даже по картам можно найти её дом. Да и уже давно известно. Давно известно. А тут просто человек прошёлся. Просто прошлась, показала. Ой, короче, трындец. Так что скоро-скоро всех посодят. Всех посодят, кто вообще говорит, наверное, про пиратов. Скоро участковый будет всех отслеживать. Всех отслеживать. И, наверное, да, всех будет штрафовать за то, что обсуждают пиратку, за то, что за ней следят. Ой, короче, ребят, это цирк, да и только. Честное слово. О, как её-то колбасит. Слушайте, и со спаром проблемы, и камеру не прислали до сих пор, и бабки там немалые. А тут ещё, прикиньте, тут ещё, да, якобы компроматы гуляют. Ну а чё, какие компроматы? Это, собственно, не компроматы. Это прогулка по городу. Нам показали город, какой красивый, какой дом строится там, да, где стройка идёт. Показали, где пятёрочка, где кофе продаётся. Ну и показали спар и операцию, и яйца. Я не могу, я с удовольствием этот ролик посмотрела. Это так прикольно было вообще. В общем, мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok